Добрый день! Так, давайте для начала поставим, проверим картинку и звук. Поставьте, пожалуйста, по 10-бальной шкале, как вы меня видите и слышите. Картинку и звук. Все хорошо. Все, 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 10 с плюсом даже. Отлично, хорошо. Так, значит, запись у нас тоже поставлена. Да, то есть мы с вами уже начинать. Хорошо. Окей, еще раз всем добрый день. Я рад вас приветствовать, уважаемые партнеры, клиенты, гости нашего вебинара. У нас сегодня вебинар, мы будем с вами подводить итоги предыдущего месяца, итоги апреля. И наш вебинар будет стоять, как обычно, из двух частей. В первой части мы поговорим о новостях, что сейчас в компании происходит. И во второй части мы поздравим чемпионов апреля, то есть мы поздравим партнеров, которые в прошлом месяце очень эффективно работали с клиентами, подключение новых клиентов, подключение новых партнеров. Значит, окей. Начнем с того, что у нас с вами в апреле происходило. Значит, ну, начнем с того, что, значит, это был конец марта, начало апреля. Мы запустили новый пакет в нашей партнерской программе, это пакет Start Business. Значит, это пакеты, которые позволяют, ну, во-первых, они снижают порог входа в нашу партнерскую программу, они стоят 600-800 долларов, соответственно. И эти пакеты были придуманы, разработаны для того, чтобы, скажем так, у нас есть цель в этом году по количеству новых партнеров, и вот этот пакет, это как инструмент к реализации этой цели. Так как мы хотим большое количество партнеров, нам нужно было снизить порог входа. И вот эти пакеты, они как раз эту задачу решают. И это пакеты, когда человек может начать бизнес с компанией, он может на этом пакете получить уже доступ к продукту, то есть доступ, мы говорим, к корзине компании, он может брать продукт, его реализовывать, заниматься продвижением продукта, и зарабатывать на этом деньги, и уже на этом пакете человек сразу может заниматься построением партнерской программы, то есть построением своего отдела продаж. И, как я уже еще раз напомню, в этом году у нас цель 10 тысяч новых партнеров, мы об этом помним, мы это не забываем, мы об этом каждый день думаем. И вот как раз-таки эти пакеты, они для этого и разработаны. И получается, человек на пакете Star Business, у него есть время, 6 месяцев для того, чтобы побыть в сообществе, понять, как здесь все устроено, и уже осознанно для себя принять решение, действительно ли это тот бизнес, которым он хочет заниматься, действительно ли это тот продукт, который он хочет продвигать. И, в принципе, это время достаточно для того, чтобы для себя это понять, и для того, чтобы начать бизнес, стартануть в этом бизнесе. И, на самом деле, вот я этот пакет рассматриваю как пакет еще раз для того, чтобы человек мог, скажем так, внутри принять для себя решение о том, то есть будет он в этом бизнесе расти, развиваться или нет. Почему? Потому что, когда мы человеку предлагаем, то есть когда, ну, то есть человеку сложно сделать выбор, принять решение о том, что это действительно он готов связать, там, свою жизнь с, там, ближайшее, там, свое будущее с этой компанией, с этим продуктом, ему очень сложно принять это решение, когда он, скажем так, вне, вне сообщества, значит, как-то со стороны, когда мы ему просто рассказываем, и он еще пока, там, ну, не внутри. И вот эти пакеты, они как раз-таки для того, чтобы человек погрузился в нашу инфосреду, для того, чтобы он походил на обучение, для того, чтобы он разобрался с продуктом, для того, чтобы он делал какие-то первые касания по работе с клиентами, с партнерами, и потом уже для себя решение принимал. Мы с вами понимаем, что, как бы, все в этом бизнесе работать не будут, это нормально, потому что люди абсолютно разные, у всех разные таланты, и каждый ищет себе применение. Поэтому наша задача просто перебирать тех людей, которым отвлекается наша бизнес-модель. И вот этот пакет, еще раз, старт-бизнес, он позволяет с низким порогом входа попробовать для себя этот бизнес и для себя решить. И так как мы с вами идем в долгую, нам хочется в команде иметь тех людей, которые для себя осознанное решение приняли. То есть мы не хотим идти с теми людьми, которые сомневаются, они еще там думают и так далее. То есть у них какие-то есть, может быть, еще раз, сомнения, еще что-то. Нам нужны люди, которые для себя четко решение приняли. Они говорят, все, да, я понял, все, я разобрался, изнутри все увидел, все, я, значит, готов здесь работать. И тогда мы, есть желание вкладывать энергию в таких людей. Значит, это пакет старт-бизнес. Запустили, вот у нас уже месяц работает, и пакет показывает очень, ну, то есть это показывает очень хороший результат, потому что после внедрения этого пакета количество подключений в бизнес у нас очень хорошо выросло. Так, идем дальше. Что у нас было еще в апреле, что нужно отметить? Значит, в апреле, 9-10 апреля у нас прошел онлайн интенсив. Это, скажем так, впервые мы попробовали в таком онлайн формате провести наши форумы. То есть мы проводим очень много форумов. Все это время, все эти годы мы проводили очень много оффлайн форумов. Тогда, когда мы в городах собирали гостей, то есть приезжали там спикеры, команды местные, она организовывала какую-то площадку, значит, какой-то конференц-зал или еще что-то, и мы приглашали туда предпринимателей, потенциальных наших клиентов, потенциальных наших партнеров, и им в формате форума давали какую-то ценность определенную для их бизнеса и говорили о нашем продукте. Вот, и все эти годы мы работали таким образом, это были оффлайн форумы. И вот сейчас, вот 9-10 апреля, у нас была такая первая попытка, первая проба пера, значит, провести это все дело в онлайне. То есть сделать большой форум, но только в онлайне. И таким образом через онлайн дотянуться вообще до, ну, практически там до самых дальних уголков нашей страны, значит, и дать возможность людям побыть на этом форуме, находясь у себя дома. И хочу сказать, что у нас первый блин не комом, то есть у нас очень хорошо прошел онлайн-интенсив, и после онлайна у нас был вообще такой пик регистраций, было очень много подключений новых партнеров, причем очень хорошо сработала связка самого вот этого форума онлайн и оффера, то есть предложение, у нас там было предложение для тех партнеров, которые, для новичков, которые подключаются, значит, там в период определенной времени. И, значит, у нас было очень большое количество подключений, и мы увидели, что этот формат очень хорошо работает. Я думаю, что вы тоже, те партнеры, которые на этот формат работали, вы тоже получили очень хорошие результаты. И однозначно мы это будем проводить, и уже есть даты, то есть будем проводить дальше. Следующий онлайн-интенсив у нас состоится 18-19 июня. Пожалуйста, вы себе где-то это отметьте. Значит, и вот уже на этот интенсив нужно активно поработать. То есть если вы вот первый интенсив как-то пропустили, то есть как-то это прошло мимо вас, и вы в этом интенсиве не участвовали, то имейте в виду, что это очень хороший инструмент для того, чтобы команда, скажем так, специалистов, топ-лидеров рассказала вашим потенциальным клиентам и вашим потенциальным партнерам о бизнесе. Вот, и это очень сильный рекрутинговый инструмент. То есть вам, по сути, нужно просто сделать так, чтобы человек пришел на этот форум, на онлайн. Просто передать ему ссылку, и он у себя дома, никуда не выезжая, значит, никуда не перемещаясь, не нужно там покупать билет на самолет, билет на поезд или ехать там куда-то в выходной. Он просто у себя дома открыл компьютер, нажал на ссылку и может посмотреть презентацию всех самых топовых спикеров, которые у нас на сегодняшний день есть. И это, ну, крутейший, очень крутой инструмент для того, чтобы, для потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. Поэтому вы себе запишите и, пожалуйста, этот инструмент используйте. И очень хорошо еще раз у нас сработала связка самого форума и оффера, предложения для потенциальных клиентов и партнеров. В этот раз тоже будет какой-то форум, то есть тоже будет форум и тоже будет какой-то оффер, какое-то предложение, ну, то есть какая-то акция. Тоже мы разработаем и придумаем для того, чтобы тоже у нас все хорошо сработало. Поэтому вот в июне мы ожидаем огромное количество подключений будет, то есть будет большое количество людей, будет чат постоянно, то есть люди будут общаться, то есть будет энергия, и на это нужно сработать. Вот на что сейчас нужно сфокусироваться, это вот на этот онлайн интенсив. То есть уже сейчас нужно начинать в соцсетях, в общении с друзьями, там, потенциальными клиентами, партнерами, начинать говорить об этом, что будет интенсив, и постоянно напоминать, напоминать, напоминать об этом. И надо делать это уже заранее, для того, чтобы люди об этом несколько раз услышали, приняли на себя решение, что они там будут на этом интенсиве, решение, примут решение о том, что они какое-то время выделят на этот просмотр, и подключиться 18-19 июня. Еще раз, это очень крутой инструмент. Он себя показал очень хорошо и эффективно, и понятно, что там есть над чем работать, и у нас команда лидерская, департамент масштабирования, он будет работать, надо какими-то, то есть исправлять что-то, дорабатывать, и этот интенсив, который в июне, он пройдет еще более круто, круче. Вот, поэтому иметь в виду, надо на него сработать. Это то, что нас с вами ожидает в ближайшем будущем. Дальше. И что еще я хотел бы сегодня осветить, вот в рамках нашего, обычно минут 30 должны уложиться в вебинар с новостями и с поздравлениями, что еще хотел бы я сегодня с вами проговорить. Значит, о планах компании. Значит, когда мы начинали компанию в 2013-14 году, мы для себя определили, что Global Intellect Service – это IT-компания, которая будет разрабатывать инструменты, IT-продукты для пользователей со всего мира, и эти продукты будут каким-то образом упрощать жизнь, улучшать жизнь людей. И мы для себя определили, что это будет линейка, продуктовая линейка, то есть это будет несколько разных продуктов. Значит, и вот все это время, вот эти все 7-8 лет, мы занимаемся разработкой одного продукта UDS, платформы UDS, это флагман наш. И мы уже вот в этой сфере, в разработке этого продукта, мы уже, наверное, эту тему изучили вдоль и поперек. И сейчас у нас, ну, мы пришли к тому, что на сегодняшний день, вот за эти 8 лет у нас накоплена огромная экспертиза в плане разработки продуктов, в плане того, как вообще, в принципе, организуются бизнес-процессы, как выстраивать инфраструктуру, юридические, финансовые вопросы и так далее. И вот с этой экспертизой мы поняли для себя, что с этой экспертизой мы можем брать абсолютно любые идеи или любые продукты с рынка, даже те, которые есть, даже те, о которых мы знаем. Не обязательно, что это должен быть новый продукт, вот. Но когда мы берем идею и добавляем нашу экспертизу, то это должно получиться хорошо, то есть должен получиться какой-то хороший, сильный продукт, какое-то хорошее, сильное решение. Значит, и вот в этом году впервые мы начали задумываться о том, что мы действительно можем начинать добавлять в нашу продуктовую линейку какие-то новые продукты. Это не говорит о том, что мы там куда-то переключаемся. То есть у нас есть UDS, и он будет развиваться, у этого продукта есть огромное будущее. То есть с ним ничего не происходит, мы как сфокусированы на нем, есть команда людей, которые этим продуктом занимаются активно, и мы вот с этим продуктом работаем, продолжаем работать. И параллельно прямо сейчас мы, скажем так, в недрах компании у нас сейчас готовится уже, подготовка идет к запуску, к разработке, запуску нового продукта. Тут еще есть второй момент, значит, еще раз, как вы помните, мы в начале этого года для себя определили цель, что мы будем, в этом году мы хотим 10 тысяч новых партнеров. Это говорит о том, что нам нужно в этом году вырасти в 5 раз. То есть в 5 раз это не на 20%, это не на 50%, и это не в 2 раза, то есть в 5 раз. Это очень большая цифра. Это вот когда ты ставишь такие перед собой цели, ты всегда должен быть готов, что тебе нужно где-то даже, возможно, кардинально менять свои действия. То есть, ну, вы знаете, да, есть первый признак шизофрении, это делать одни и те же действия и пытаться получить разные результаты. То есть вот у нас есть какой-то результат, то есть мы делаем какие-то действия, и от этих действий получаем какой-то один результат. Вот. И еще раз, первый признак шизофрении – это пытаться, ну, продолжать делать то же самое и пытаться получить разные результаты. То есть мы с вами должны понимать, что вот другой результат – это говорит о том, что какие-то другие действия должны быть, которые к этому результату приведут. Можно расти при одних и тех же действиях, когда ты оттачиваешь свои действия, ежегодные, там, месячные, ежедневные, там, ежегодные действия оттачиваешь, ты можешь расти на 10-20%, ну, окей, там, на 50% ты можешь вырасти в полтора раза. Но чтобы вырасти в пять раз, недостаточно продолжать делать одно и то же. И вот эти размышления о том, что мы уже большие, у нас уже большая экспертиза, плюс еще в этом году надо цели, то есть выполнять цель, а мы как бы не те ребята, которые ставят цель и потом про нее забывают. Мы те ребята, которые цель поставили, и к ней уже идут. И мы те ребята, которые положат все и будут биться до конца для того, чтобы эту цель реализовать. И если уж мы сказали, что у нас в этом году будет 10 тысяч новых партнеров, значит, это будет цифра, не знаю как, не знаю каким образом, и это не имеет на самом деле значения, как. Самое главное, что мы для себя путь определили, а инструменты по пути найдут. Я об этом тоже говорил в феврале на сцене Крокус Сити Холл. Значит, и у нас сейчас мы обратили внимание на один продукт, который нас очень сильно зажигает. Я чуть-чуть скажу то, что это продукт из инвестиционной сферы, то есть это связано с инвестициями. И эта идея, этот продукт, да, эта идея, она интересна абсолютно любому человеку. То есть вот абсолютно любому человеку. Вы можете выйти на улицу, выйти там, не знаю, на остановку, на остановке стоят люди, можете спросить, вот вам это интересно, то есть вам интересно заниматься приумножением там своего капитала, приумножением своих денег. И все, кто там стоят на остановке, они вам скажут, да, нам это интересно. Вот мы озадачились тем, что нужно на рынок вывести именно с нашей экспертизой, с нашим бэкграундом, с нашими ценностями. Вот это что очень важно, с нашими ценностями. Причем вы понимаете, что у нас очень большой бэкграунд и очень большое, ну, скажем так, на рынке признание, и мы не можем выйти на рынок с каким-то непонятным продуктом или там плохого качества, или чтобы он как-то там не так работал и так далее. То есть мы должны держать марку, которую мы для себя взяли. То есть уровень качества, на котором мы на сегодняшний день находимся. Вот. И вот сейчас у нас мы в процессе разработки, вообще изучения, разработки такого продукта. Я не знаю, когда мы вам его выдадим и покажем. Но понятно, что это будет в этом году. И нам нужно в этом году еще раз выполнить вот эту цель – 10 тысяч новых партнеров. вот. И, значит, просто я делюсь планами, я хочу, чтобы вы понимали, что сейчас в компании происходит и над чем компания думает и размышляет. То есть у нас нет такого, что мы находимся там в каком-то, не знаю, там, в какой-то такой стабильности, да, летящей, или в каком-то там ступоре, или еще что-то. Не, у нас все хорошо, все нормально, внутри энергия, там, внутри компании. Причем, смотрите еще, у нас, значит, в мае, по-моему, там 20-21 мая у нас запланирована стратегическая сессия с департаментом по продукту. То есть это будет стратегическая сессия по платформе UDS. То есть мы собираем вообще всех-всех-всех, всех суперспециалистов по платформе, то есть по продукту UDS, департамент по продукту, он собирается у нас в Казани. И мы будем, значит, проводить стратегическую сессию о том, как мы будем развивать продукт. То есть сейчас очень много происходит моментов. Вообще, вот эти вот все изменения, которые сейчас есть в мире, вы, ну, прекрасно понимаете, что, ну, там, люди их называют кризисом. На самом деле это не кризис, это просто увеличение скоростей. То есть всегда, во все времена в рыночной экономике происходит перераспределение денежной массы. То есть есть люди, то есть денег, как были, столько денег было, столько их осталось. Просто они перераспределяются. То есть есть люди, которые деньги теряют, а есть люди, которые эти деньги, которые потеряли, они их приобретают. Вот. И в стабильные времена скорость вот эта, она, ну, такая, скажем так, обычная. А вот кризис – это просто увеличение скоростей. И всегда нужно меняться. То есть мы с вами знаем, что даже в стабильные времена нужно думать о том, как меняться. То есть нужно меняться тогда, когда все хорошо, говорят, не когда все плохо, а когда все хорошо. И стабильные времена нужно меняться. А кризис – это вот очень быстрое увеличение скоростей. И кризис тебя не ждет, по сути. То есть кризис говорит, что все, времени нет, надо вот прямо здесь сейчас что-то делать, какие-то принимать решения, где-то даже кардинальные, потому что то, как работало раньше, уже работать не будут. И мы все это прекрасно понимаем. Это нормальная цикличность в экономике, как цикличность жизни, вдох-выдох. И такие моменты бывают. То есть ты что-то сделал, придумал в кризисные времена, запустил, потом начинаются времена стабильности, ты как бы немножко там пожинаешь плоды, собираешь урожай. Потом всегда, рано или поздно, произойдет тоже что-то, что запустит ускорение процесса. И сейчас понимаем, что идет вот это ускорение процессов. И понимаем, что мы еще с одной стороны знаем, что понимаем. Понимаем то, что в стабильные времена ты не можешь тестировать какие-то гипотезы, потому что логично превалирует правило – не трожь то, что работает. То есть не нужно трогать то, что работает, то, что приносит деньги, все стабильно, все как бы ничего… Ну, то есть работай ты не подходи. Вот. А кризис, он дает тебе, по сути, привилегию, возможность, он дает тебе шанс попробовать то, что ты не решался пробовать раньше. Вот. Поэтому, с одной стороны, кризис – это очень даже хорошо, потому что у тебя есть такая возможность попробовать то, на что ты не решался в стабильные, свободные времена, спокойные времена. Вот. И вот то же самое происходит сейчас. Поэтому у нас есть привилегия, возможность пробовать все, что мы хотим, то, что мы… Понятно, что с сохранением всего то, что работало. Поэтому вот это вот все, скажем так, вот это вот все мысли, которые у нас были в голове и те мысли, которые нас потолкнули к тому, что нужно делать, ну, скажем так, расширять нашу продуктовую линейку. Причем, если мы с вами говорим о компании, которая работает десятилетия, столетия, это однозначно компания, которая должна быть интересна огромному количеству людей. Чтобы быть интересным огромному количеству людей, ты должен быть, у тебя должна быть огромная продуктовая линейка. То есть ты должен быть, то есть и этим на запрос отвечать, и этим, и этим, и этим. И мы с вами знаем, что вот все корпорации, которые там десятилетия, столетия корпорации, они все с очень широкой продуктовой линейкой. И это, как правило, компании, которые начинали не с того, чем они сейчас занимаются. Вот. Там Samsung начинал, по-моему, с риса. Это была компания рисовая, они рис продавали. Вот. А сейчас это гаджеты, технологии и так далее. Toyota – это швейные машины. Значит, WhatsApp – он вообще не мессенджер изначально. Значит, Instagram – это тоже не социальная сеть с фотографиями. Ну, в общем, можно почитать истории очень больших крупных компаний, и увидите, что компании начинали с чего-то одного, а потом где-то в какой-то момент сделали пивот, разворот, или начали добавлять новые инструменты и сфокусировались уже на новых инструментах. В общем, значит, о чем я? То есть, компания Global Intellect Service, еще раз, это IT-компания, которая будет сейчас разрабатывать и будет разрабатывать новые инструменты и IT-инструменты. И я думаю, что через, пройдет там 5-10 лет, у нас будет с вами там 3, 4, 5, 6 инструментов различных. И партнеры, которые сейчас в нашем сообществе находятся, у них будет возможность пользоваться этими инструментами и заниматься продвижением этих инструментов на рынок. Классными инструментами. И мы эти инструменты создаем еще раз. У нас сейчас есть экспертиза. Например, мы ту идею, которую мы сейчас вынашим, ту идею, на которой мы сейчас работаем, значит, я думал, что это вообще трудно реализуемо. Когда мы к ней приступили, я увидел, что мы уже на пути к этой идее вот уже там, не знаю, 8 из 10 пунктов уже сделали. То есть, мы уже много чего сделали для того, чтобы сейчас просто брать какие-то идеи и начинать их реализовывать. Вот. Поэтому грех этим не воспользоваться. И все это говорит о том, все это подсказывает мне, что в этом году 10 тысяч партнеров новых мы обязательно сделаем. И с UDS, и с UDS будет очень хорошо развиваться. И с новыми какими-то инструментами. В общем, у нас прошло 4 месяца, еще впереди 8 месяцев. Это будет очень жарких 8 месяцев. У нас будет очень жаркая концовка года, я так полагаю, потому что мы там будем, мы будем эту цель делать. Ребята, у нас мы как бы не сдаемся. Ну, в смысле, понятно, что, да, и нет, не отказываемся. Мы ее не корректируем. Вот как сказали 10, все, значит, будем делать 10. И возможно, что по пути еще найдем какие-то инструменты, как мы эту задачу сделаем. Поэтому все, кто на борту, пристегивайтесь. У нас, мы сейчас рванем. Те, кто присматриваются тоже, те, кто вокруг еще, пока не в сообществе, тоже прыгайте скорее на борт, потому что еще раз эта ракета полетит к своим целям. И те люди, которые сейчас в компании, ну, представьте, те, кто сейчас работают, это говорит о том, что к концу года у вас будет кусочек пирога вот от этих, от этих 10 тысяч новых партнеров. Вот, поэтому все будет хорошо, все отлично. Вот, поэтому хорошие времена, значит, ну, для бизнеса. Понятно, что все по-разному их оценивают, но для бизнеса, для нашего, с нашим внутренним состоянием, с нашим пониманием все очень хорошо. Вот, значит, вот такие у нас планы. Так, и нам нужно поздравить чемпионов, ребят, которые в апреле, значит, не листали новостные ленты, не переживали, не, там, значит, не негативили, не вовлекались во все эти ситуации, а они просто работали. Вот, есть люди, которые, значит, там, обсуждают новости, смотрят, там, и так далее, вот эту всю новостную повестку. Задача новостной повестки, есть сей новостной повестки, втянуть вас, вовлечь вас во всю эту историю. Причем не важно, с какого полюса. То есть вы можете, там, поддерживать, быть против, негативить, любить, ненавидеть и так далее. Задача в том, чтобы вовлечь задачи новостной повестки. И вот я сейчас хочу перечислить фамилии тех людей, которые в апреле не вовлекались во все эти, все, что там происходит, они занимались своей жизнью. То есть они работали. Вот, значит, они не вовлекались в то, на что они вообще никак не влияют. То есть смысл вовлекаться в то, на что ты никак не можешь повлиять. Ну, никак не можешь повлиять. Ты можешь повлиять только на свое внутреннее состояние, на свою жизнь, на людей вокруг тебя, которые, на твою семью и так далее. Так вот, занимайся этим. Вот. Скорее всего, я сейчас буду говорить про людей, вот здесь у меня есть список. Это чемпионы апреля. Это люди, которые в апреле отписались от всех новостных пабликов, телеграм-каналов и так далее, которые не по бизнесу, которые там, не знаю, про что-то, какие-то новости освещают и так далее. Эти люди были подписаны на телеграм-канал Global Intellect Service и состояли в чатах своих кураторов. Вот. Они занимались бизнесом, работой, без каких-то там новостной идей. Вот. И я бы вам тоже посоветовал сделать так же, как эти ребята, потому что я тоже, как эти ребята, сделал. То есть я не читаю никакие новости, телеграм-каналы и так далее. У меня есть телеграм-канал компании Global Intellect Service. Вот там самые лучшие для меня новости, потому что вот там я могу на что-то влиять. Вот. И там вся моя энергия. Вот. И больше нет смысла там что-то смотреть, о чем-то переживать, о чем-то думать и так далее. Если вы сделаете так же, как я и как те ребята, которые сделали в апреле, фамилии которых я сейчас назову, то, скорее всего, на итогах мая мы можем услышать вашу фамилию, потому что вы фокус своей энергии от новостного фона перенесли в бизнес, и у вас все началось, все хорошо. А если вы еще это сделаете в июне, тоже так же сделаете, и, значит, еще и сработаете на интенсив, то в июле мы будем ваши фамилии называть вот прям в первых позициях. Вот. Так что, вот, имейте в виду. Сейчас давайте поздравим тех ребят, которые в апреле занимались делом. Так. Значит, вообще у нас очень много... Подсуганное сейчас время. Так. У нас очень много людей, которых нужно назвать. Вот я думаю, что, наверное, я... Подать на чем. Значит, начнем со статусов. Давайте отметим тех людей, которые закрыли новые статусы в предыдущий отчетный период. Значит, мы начнем со статуса M3 менеджер третьего уровня. Мы поздравляем. Максим Родинков, город Тюмень, Татьяна Шарипова, Пермь, Анжела Дорошенко, город Ешкар-Ла, Антон Зубов, город Тюмень, Святослав Тарасов, город Пермь, Иралия Сибогатова, город Севастополь, Азима Абдумаминова, город Москва, и Роман Ли, город Южно-Сахалинск. Это статус менеджер третьего уровня. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Ольга Сидорова, город Энгельс, Ольга Васильева, город Санкт-Петербург, Елена Саре, город Тюмень, и Елена Очаповская, я надеюсь, правильно акцент поставил, ударение поставил, город Калининград. Это были региональные менеджеры. Идем дальше. Генеральные менеджеры. Михаил Джапаридзе, город Омск, и Михаил Медведев, город тоже Омск. Затем директоры первого уровня, Руслан Иволга, город Омск, и также директоры второго уровня, Алексей Ермолин, город Самара, и Максим Максимов, город Омск. Идем дальше. Отметим партнеров, которые активно работали с клиентами. То есть, еще раз, очень много партнеров, которые пригласили одного-два клиента. То есть, огромнейший список. Я, наверное, сейчас уже не буду зачитывать, потому что мы с вами можем так еще на час здесь задержаться. Поэтому начнем с тех, кто три и выше. Значит, в апреле три клиента и более. Начнем с трех. Иван Белкин, город Ханты-Мансийск, Ольга Гончаренко, город Абакан, Сурена Хабаркова, город Улан-Удэ, Павел Котегов, Котегов, я прошу прощения, еще раз ударение, город Кунгур, Самира Ембергенова, город Москва, Дмитрий Алена Соловичу, город Екатеринбург, Дмитрий Кременов, город Калининград, Олеся Титова, город Рязань. Идем дальше. Пять клиентов в апреле. Кутман Мамаев и Кимсон Алиева-Шаыр, город Бишкек, Кыргызстан Антон Белокопытов, город Прокопьевск. Это было пять клиентов. Идем дальше. Шесть клиентов в апреле. Павел Рубанович, город Краснодар. Идем дальше. Семь клиентов в апреле. Татьяна Фурсова, город Самара. И абсолютный чемпион в апреле по количеству новых клиентов за месяц. У нас Максим Моисеев, город Москва. Восемь клиентов в апреле. Вот Максим точно не читал никакие новости. Он только читал новости компании и занимался с клиентами. Вот. Теперь назовем фамилии тех, кто в апреле тоже не читали новости, а были, работали с партнерами. Кто работал на подключение новых партнеров. Вот, кстати, кто хорошо сработал на 9-10 апреля на интенсив. Причем, опять же, огромное количество партнеров, которые пригласили два партнера. Я не буду говорить, потому что огромный список. Начнем с тех, кто три пригласил. Три партнера, три новых партнера в апреле. Все ребята, которые не читали новости, а которые занимались делом. Надежда Тюгаева, город Кемерово. Бабикова Анастасия, город Путилково. Виктория Нерадюк, город Москва. Ольга Федорова, город Нисайлова. Егор Фанинштил, надеюсь, опять правильно сказал, город Омск. Станислав Торцев-Серпухов. Владимир Бражников-Астрахань. Татьяна Белисова, город Ижевск. Евгения Мията, город Южно-Сахалинск. Ольга Терешина, город Москва. Это три партнера в апреле. Идем дальше. Четыре партнера в апреле. Представьте, в апреле человек подключил четыре новых партнера. Четыре новых партнера. Глина Арсеньева-Торжок, Александр Корнеецк-Ленинград, Равила Сурья-Хосянова-Москва, Руслана Евгения Виноградова-Санкт-Петербург, Татьяна Игнатьева-Самара, Екатерина Загребина-Ижевск, Станислав Морозов-Ленинск-Кузнецкий, Илья Сергеев-Город-Гелинджик и Андрей Бондарев-Город-Санкт-Петербург. И абсолютный чемпион в апреле по количеству новых партнеров, пять новых партнеров в апреле Мирхат-Байзебеков, город Бишкек-Кыргызстан. Поздравляем. Так, и что нам еще нужно сделать? Нам нужно еще отметить гонку городов. Значит, топ-10 городов по клиентам в апреле. Десятое место Сургут, девятое Тюмень, восьмое Новосибирск, седьмое Пермь, шестой Киров, пятое Омск, четвертое Бишкек, третий Иркутск, второе Санкт-Петербург и первое место город Москва. И по партнерам топ-10, десятое место Краснодар, девятое Самара, восьмое Ижевск, седьмое Иркутск, шестое Пермь, пятое место Санкт-Петербург, четвертое Южно-Сахалинск, третье место город Бишкек, второе Омск и на первом месте город Москва. Это по партнерам. Это наши чемпионы в апреле. Еще раз, ребята, огромное количество партнеров, которые пригласили по два клиента, по два партнера. Вот у меня тут огромный список, но я думаю, что если мы сейчас его будем зачитывать, это будет долго. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша фамилия прозвучала на итогах, значит, нужно делать два и более. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и так далее. Вот. И так, в принципе, у нас на этом все. Все новости. Значит, в сухом остатке все очень хорошо. У нас в компании, значит, мы работаем, планы большие. В недрах компании разрабатывается новый интересный продукт. Вот. Мы вам его обязательно в этом году покажем. Я надеюсь, скоро. Вот. Так что и работаем на нашу с вами цель на десять тысяч партнеров. Еще раз, где фокус, где ваша энергия, там. Да, где фокус, там энергия. Поэтому сделайте правильно. Значит, сфокусируйтесь там, где вы действительно можете влиять. Вот. И отписаться надо от всех новостей, от всех пабликов, от всех, ну, то, что вас, в принципе, не двигает и не развивает. Поэтому сфокусироваться надо вот на этой задаче. И вот здесь мы можем с вами повлиять. Здесь мы действительно можем создать очень-очень большие результаты. На этом все. Хорошего вам дня. Желаю вам продуктивного месяца, мая. И со всеми вашими праздниками, кстати, да. И до следующих встреч на наших итогах. Все. Всем пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok